Дорогой дневник Я осталась совсем одна Меня предали мои подруги Меня бросил мой парень Мои родители считают, что я бесполезный ребенок Что я только все порчу И что лучше бы я с ними даже не жила Они хотят, чтобы я шлялась по улицам Чтобы я мучилась, страдала Наверное, только тогда они будут счастливы Когда меня не будет С каждым днем я понимаю, что Так жить становится просто невыносимо Я хочу, чтобы это поскорее закончилось Я просто устала от всего Что давит на меня Как стенки в кубе И как будто они вот-вот раздавят меня Я хочу поскорее взять таблетки И выпить их Так, а ну-ка иди сюда Что ты опять здесь делаешь А ну-ка иди сюда Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогой дневник, я опять поругалась с отчимом, и мне пришлось идти в школу в ужасном настроении. Там, конечно же, все было плохо, на меня кричали учителя, давно смеялись одноклассники, либо же просто не разговаривали со мной. Но в один момент я заметила одного мальчика из параллельного класса, который показался мне даже каким-то интересным. Я слышала, что он стоял на учете психиатрической больницы или стоит даже до сих пор. Но, возможно, поэтому мы сможем понять друг друга. Да, конечно, он немного странный, но в этом даже что-то есть. Возможно, у меня получится с ним подружиться. Поэтому, я думаю, мне столько ему подойти, как-то попседовать. Надеюсь, хотя бы с ним у нас получится пообщаться. Потому что мне бы так хотелось найти хотя бы одну родственную душу. Ну и что, что вовсе ненавидят и как-то пьют иногда или пинают. Но это ведь не важно. Главное, чтобы с ним нашли общий язык, я думаю, даже с ним чем-то похоже. Если бы мои родители были чуть более сумасшедшие, они бы и меня в дурку отправили. Так что, может быть, это как раз и есть идеальный вариант для меня. В общем, в ближайшем будущем я уже постараюсь с ним заговорить. Надеюсь, из этого что-то выйдет. Привет. Я тебя уже несколько раз видела в школе, и мне показалось, что, возможно, ты сможешь меня понять. Я просто хотела поделиться, потому что мне уже совсем некому рассказать о своих проблемах. Мне так тяжело жить. У меня совсем никого не осталось. Я не могу поделиться своей болью даже с родителями, потому что они говорят, что все проблемы я выдумала, проблем не существует, и меня должна интересовать только учеба. Это типичная проблема для подростков. Мои друзья меня предали. Был у меня один парень, и то он меня бросил, потому что сказал, что я слишком скучная, слишком депрессивная, что он не хочет решать мои проблемы. Я не знаю, зачем жить. Моя жизнь уже давно потеряла смысл. У меня никого не осталось, и я устала бороться с одиночеством, потому что оно душит меня. Как же я тебя понимаю? Моя жизнь тоже не сахар. У меня есть дневник с моими рисунками, записями. И учительница в школе взяла, и на весь класс просто показала, и все начали смеяться. После этого я как будто перестал чувствовать себя нормальным человеком, а не только прикалываться надо мной, и все. Мне приходится прятаться где-то. Вечно, когда они все в толпе, я где-то один, где-то в каком-то туалете, какой-то раздевалке. И когда учительница сообщила моей маме об этом, моя мама начала говорить, что я слабак, что я ничего не добьюсь, и никак не захотела меня поддержать. С родителями вообще у меня достаточно другие и плохие отношения. Моя мама сейчас живет в другом городе, с другой семьей. Я живу сейчас у тети, а своего папу я вообще не видел никогда в своей жизни. Я бы хотел стать художником, но в меня никто никогда не верил. Поэтому, мне кажется, я умру неизвестным, одиноким и никому не нужным. Ездишь просто на машину, а зачем ты? Ты говоришь про какие-то въезды, отъезды, и ускоряешь с ней, где ты посидел, держа, ты ее все время у меня пройдет, в том, что это настроение, и я сегодня поспешил, и все это, держа, ты взводки у тебя. Зачем? Я просто не имею ввиду, что машина у меня с твоими руками, и я уже на тебя. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Один не хочет умереть Один не хочет умереть Кого еще тревожит? Помогите! Всю жизнь сначала просмотреть Сначала просмотреть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но кто понят его способия? О, кого давно на свете нет О, ушли отсюда добровольно В загробный мир, купив билеты У кого нужны мои страдания? Задал вопрос хлебнов О, он не нашел здесь понимания И молча больше биловка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 только заехал. Че молчишь-то? А? Ну молчи. Тут поначалу все молчат. Я сюда знаешь, как попал? У меня тайна есть. Но как тайна? Я хочу, чтобы все ее знали, а мне никто не верит. Ты сам знаешь, что из этого мира надо срочно убираться, пока он нас не раздавил. Срочно! Но как? Как ты спросишь? Молчишь? Конечно. А я знаю. Мне сказали. Они. Ну, друзья, только дураки режут вены и все такое. Есть ключики, есть дверки в новый мир, где нет боли, унижений и страданий, где все тебя любят, принимают тебя таким, как есть, не гнобят, не унижают. А как туда попасть? А? Надо слушать их. Надо искать ключи и дверки. Слушай их, слушай! Ищи ключи и двери! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Алло! Ну, когда ты уже ответишь? Ты уже устала ждать! Алло! Привет! Из-за тебя у него опять был врыв. Резался он опять. Всю ванну кровищей залили. Опять вызывали психбригаду, и его повезли в сухоевку. Не звони сюда больше. Привет, Сири. Привет, моя маленькая хозяйка. Сири, как у тебя дела? Как настроение? Хорошо. А у вас? У меня все плохо. У меня никого не осталось. Ни друзей, родители меня не понимают. Единственный, кто у меня был, это мальчик, с которым я познакомилась в школе. Мы его положили в психбольницу. Теперь у меня осталась только ты. Сири, ты, кстати, была в психбольнице? Нет. Вот и я не была. А ты знаешь, что происходит в психбольнице? Да, знаю. И что там? Там добрые врачи помогают людям обрести душевный покой. Никакого там нет душевного покоя. Как и нигде его нет. И вообще, везде все плохо. Сири, у тебя бывает плохое настроение? Да, иногда. А что ты тогда делаешь? Я стараюсь отвлечься от плохих мыслей, читая книги и слушая музыку. А вы? А я постоянно думаю о смерти. Ты можешь умереть? Да, наверное, или нет. А как ты думаешь, если ты умрешь, то что потом будет? Меня отключат, но думаю, я все равно смогу жить, если меня подключат обратно. А человека могут подключить обратно? Конечно. А кто меня подключит обратно? Я. Сири, а что будет со мной, когда я умру? Мы с тобой обязательно увидимся в моем мире. А что мы-то будем делать? Наслаждаться тем, что гораздо лучше жизни. Мне кажется, ты меня обманываешь. Я никогда никого не обманываю. Роботы не умеют обманывать. Они просто на это не настроены. Интересно. Ладно, Сири, пока. Не надо это обмануть. Пока-пока, моя маленькая хозяйка. Скоро увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то, что-то ничего не будет